Всем привет! В студии столицы Нижний Николай Бурда. Абсолютный победитель шести забегов в Шкаловскую лестницу. Четыре из них подряд. Николай, приветствую. Приветствую. Николай, последние четыре года ты подряд становишься победителем этого же легендарного забега в самую длинную лестницу в Европе. Вот за какое время ты преодолеваешь дистанцию в 437 ступенек? Ну, последний раз время было, точно не помню, по-моему, минута 21 официальное время. А есть какой-то рекорд вот этой трассы, условно? По сути, рекордов нету официальных, поскольку каждый год старт дается с разных мест. То есть, то ближе к лестнице нас пододвигает, то дальше. Финиш-то вроде примерно на одном и том же месте, а раньше мы вообще за 150 метров, за 200 метров до лестницы бежали. Даже за 300, я помню, были года. То есть, мы бежали вдоль набережной, а потом только в лестницу. И вот сколько самых быстрых, кто забегал? Ну, наверное, я, поскольку вот эти короткие старты были в последние года. Ну, вот эти вот разбеги небольшие. Хорошо. Мы очень долго не могли себя вырвать к нам в студию. Очень долго. Поскольку ты постоянно тренируешься, вот как у тебя выстроена подготовка? И вообще, какими дистанциями ты специализируешься? Ну, в основном-то я занимаюсь лёгкой атлетикой. Моя основная дистанция 800 метров. 400 метров бегаю в дополнение к этой дистанции. И как бы основной сезон идёт подготовка к лёгкоатлетическому сезону. То есть, 800 метров там на ПФО, на чемпионате России, если отбираешься, выступаю. Когда там подходит время к апрелю, я уже начинаю готовиться и к лестнице, и параллельно, и участвую в соревнованиях по лёгкой атлетике. А расскажи, вот что ты делаешь, как проходят твои подготовки? Потому что это уже обросло легендами. Например, говорят, что ты бегаешь с утяжелителями. Говорят, что ты кладёшь в рюкзак какие-то там мешки и бегаешь с ними вверх. Это правда? Ну, на самом деле, с утяжелителями я, кстати, с манжетами на ногах только в этом году впервые попробовал бегать. Ну, делал прыжковую работу. А до этого я никакие утяжелители никогда не использовал. Многие ещё говорят, что я вообще с неё не слажу. Типа, круглый год я на ней живу, тренируюсь. А на самом деле, на самой очень классной лестнице я сделал всего 11 тренировок на самой лестнице. Всего? Да, всего. Ну, в подготовке. Но, правда, ещё тренировок 15 делал в 14 этажке, там, на сортировке. Потому что иногда бывает лень приехать, или нет времени, или погода ужасная, и бегаю по лещенным пролётам. Ну, то есть, всё равно ты тренируешь именно вот этот, ну, условно вертикальный бег? Да, да. Но в подъезде всё равно не то, там, через каждые две секунды поворачиваешь. Немножко, ну, с ритма сбиваешься, но бывает. А как это идёт, ну, не знаю, делаешь ли ты какую-то силабую работу, например? Ну, в зале, например. Ну, можно, да, делать разные прыжки, там, в горку сбегание с ноги на ногу прыжки. В принципе, что-то похожее с горным бегом всё-таки есть. Но особо я не концентрируюсь на этих упражнениях в беге. То есть, если я делаю тренировку, то, в основном, я её делаю в лестницу. Всё-таки на ней бежать. Хорошо. Есть ли у тебя какая-то стратегия во время забега на Чкаловскую лестницу? Потому что, если, например, там, ну, мы знаем, там, марафон – это точно стратегия. Потому что это длинная дистанция. А вот здесь как? Стратегия – побежать первым, чтобы, ну, мне никто не мешал. Скажем так, всех ошарашить бешеным темпом, а в конце ещё и добавить. Получается добавлять? Ну, получается, да. Ну, конечно, это может быть незаметно, но это добавление получается так, что просто моя скорость как бы не падает. А вообще, насколько сложно даётся забег? Вот ты можешь вот как-то оценить это? Наверное, у некоторых есть такие ощущения, там, может быть, при смерти. Но у меня были ощущения такие, что в 2010 году у меня было так плохо, я так долго отходил, что я даже сделал уже скорую помощь, думал, может, мне чем поможет. Ну, помогут, и… Не помогли. Они говорили, давайте мы тебе сделаем укол. Я думаю, ну, блин, укол всё-таки не настолько мне плохо. Ну, просил там просто нашатырного спирта понюхать, сидел, ну, на всякий случай. Ну, прям вообще, чуть ли не до слёз. А вот в этом году? В этом году, кстати, было легко, как никогда. Вот ты, например, следишь за пульсом, смотришь ли, чтобы, например, у тебя пульс не уходил, например, за выше уровня панно, например, или это безразлично? Нет, ну, на самих тренировках, да, я бегаю с этим, с монитором сердечного ритма, с пульсом, там, слежу за ним. Ну, на лестнице он достаточно быстро поднимается, я пытаюсь сравнить с предыдущими тренировками, как бы сделать быстрее, но на том же пульсе. Вот, а, естественно, в самом забеге уже за пульсом некогда следить. Дистанция быстрая, ну, пульс, я думаю, там очень высокий. Ну, примерно? Ну, примерно, я думаю, если мне так плохо, то он может 205 достигать на финише. Ужас какой! А как хорошо ты знаешь своих соперников, вот с кем ты вместе соревнуешься? Ну, например, хорошо знаю Кирилла Ясницкого, который был третьим в этом году, второй был он в четырнадцатом году и третий был в тринадцатом году, да, по-моему, если не ошибаюсь. Мы с ним вместе тренировали, занимались у одного тренера. Вот. Вот, знаю его очень хорошо, легкая атлетика на меня обыгрывает практически всегда. Ну, чекаловская лестница. Ну, чекаловская лестница – это, да, не совсем легкая атлетика. А скажи, а есть ли у них шансы отобрать у тебя корону, короля? Ну, я считаю, что шансы есть. Сейчас вот в этом году у нас Рома Зимин выстрелил, это уже ученик Кирилла Ясницкого, он сейчас тренирует детей, не только детей, а уже взрослых ребят. И он меня очень сильно удивил, то есть ученик превзошел учителя, то есть Кирилла, и был за мной вторым, еще говорят, что он болел до этого. А что произойдет, если вдруг ты проиграешь? Ну, если я проиграю, то я думаю, что я закончу карьеру. Меркантильный вопрос, что называется. Как ты едешь на всех четырех выигранных автомобилях? На самом деле у меня ни одного автомобиля не осталось, все были проданы по различным причинам, это там ремонт. А езжу я на другой автомобиль, то есть, который куплен был для бизнеса, это на Газели. А что за машина такое? Газель Next. А, да Газель Next. А что за машина тебе дарили? А, дарили-то мне это, так, Volkswagen Jetta. Так, это какой год? 2013-й, 2014 год Lada Granta, 2015-й год опять Lada Granta, стабильность, и сейчас немножко мы выросли, дошли до Datsunando. Вы же выросли. Ну, все-таки это не Lada Granta, она считается, выше, да. Хорошо, скажи, а какие у тебя планы на будущее? Есть какие-то, вот уже, может быть, старты ты наметил на следующий год, например, кроме Чкаловской лиси, соответственно? Не, ну, старты основные у нас, это всегда чемпионат России, и перед чемпионатом России Переложский федеральный округ. Ну, будем готовиться, посмотрим, как отберемся, как выступим. То есть, буду, естественно, стараться не только же в лестнице бегать. В легкой атлетике хочется тоже уже мастера спорта выполнить. А сейчас у тебя КМС есть? КМС у меня есть, да, мастер спорта у меня по легкой атлетике нет, только в другом виде спорта, ну, в палеотлоне. А в легкой атлетике мне как-то секунды не хватило на 800 метров на зимнем чемпионате России в 2019 году. Ну, достаточно много, но, на самом деле, я так относился тогда, что на самом деле мог. Что ж, Николай, желаю тебе успехов, верю в то, что и в следующем году ты поборешься за звание победителя чемпиона, за бега в Чкаловскую лестницу. И если все реализуется хорошо, то, может быть, ты станешь чемпионом России на 800 метров. Да, и Бог, Бог. И мы тебя пригласим к нам в студию. Спасибо большое. Спасибо большое. Успехов тебе. Спасибо. Успехов тебе. Успехов тебе.